Цены на подсолнечное масло в стране растут день ото дня. За год стоимость этого товара выросла почти на 60%. Специалисты отмечают, что на подорожание повлиял дефицит сырья, вызванный засухой. Так, в июне на рынках и в магазинах регионов средняя цена на подсолнечное масло за литра составила 713 тенге. А сколько сейчас оно стоит, смотрите в материале. Отечественные производители за последние 9 месяцев произвели более 131 тысячи тонн нерафинированного подсолнечного масла. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежемесячное повышение цен на этот вид продуктов питания особенно тяжело воспринимается пенсионерами и социально уязвимыми категориями граждан. Все дорожает. Я и муж работаем, но это бьет по карманам простых граждан. Растим шестерых детей. До карантина цены были по карману, а сейчас растут стремительно. Масло стоит 4500-4600 тенге. Есть и подешевле, но качество не столь высокое. Наличие подсолнечного масла в большей степени зависит от России. С начала года в страну везено около 55 тысяч тонн этого продукта. Тем не менее, качество отечественного растительного масла не уступает аналогам, считают специалисты. С начала года, например, за литр, литровая масса подорожала где-то на 215 тенге. Если мы в январе 2021 продавали его 655 тенге, то сейчас продаем 870. А 5-литровое масло было 3590, например, на 1 января, то сейчас оно 4380. Где-то 790 тенге идет подорожание на 5-литровое масло. По прогнозам экспертов в Казахстане в ближайшие полтора месяца литр подсолнечного масла может подешеветь на 100 тенге. Этому может способствовать высокая урожайность масличных культур в России и на Украине. Балихан Толгатов, Перезад Комик Байк-Изы, Ермек Киншимбек, Жамбул Ньюс.